Я очень часто стал замечать в своих комментариях вопрос, связанный с тем, что можно ли парить эту жидкость на этом устройстве, а эту жидкость на этом устройстве и так далее. Этот вопрос так часто встречается, что возможно он скоро будет на первом месте, а на второе место сдвинется вопрос, можно ли парить нулевку. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про то, какую жидкость, где парить. Я начну с самых маленьких девайсов и по возрастанию пойду вверх. Итак, к примеру, возьмем бар-под. Это небольшой девайс, который работает на сменных картриджах, которые в свою очередь работают на несменных испарителях. У каждого испарителя есть нагревательный элемент, а у каждого нагревательного элемента есть сопротивление. В основном на подсистемах сопротивление варьируется от 0,6 до 1,8 Ом. Это те небольшие циферки, которые нарисованы на ваших картриджах и испарителях. Вот с таким вот значком. Что же нам дают эти цифры? Во-первых, чем выше сопротивление, тем туже затяжка. Это происходит из-за того, что нагревательный элемент становится меньше, и отверстие, через которое проходит воздух, также становится меньше. Во-вторых, чем выше сопротивление, тем меньше получается пара. Это из-за того, что нагревательный элемент маленький, и он испаряет меньше жидкости. Ну и в-третьих, чем выше сопротивление, тем медленнее расходуется заряд аккумулятора, поскольку ему требуется меньше мощности для того, чтобы разогреть спираль. Обычно, чем выше сопротивление, тем меньше нагревательный элемент и меньше проточки, сквозь которые попадает жидкость. Ну что ж, я надеюсь, что вы все поняли, и мы можем возвращаться к нашему бару. У его нагревательного элемента сопротивление 1,2 Ом. Это означает, что у него маленький нагревательный элемент, небольшие проточки, так что для такого рода устройств я рекомендую заправлять жидкость содержанием глицерина не более 50%. Такие жидкости продлят срок службы вашего испарителя, и вы получите полную гамму отпарения вашего устройства. Да, вы можете заправить в такой испаритель жидкость с содержанием глицерина в 60%, но есть большая вероятность, что он уйдет из жизни чуть раньше, чем это было бы в случае с 50 на 50. Так что мы не выпендриваемся и заправляем правильную жидкость. Перейдем к следующему устройству, а именно к Battlestar Baby от компании Smount. Он работает на сменных испарителях двух типов. На 1,2, как это было у барпода, и на 0,6 Ом. Поговорим именно о втором. Во-первых, у него довольно маленькое сопротивление в сравнении с баром. А во-вторых, проточки, сквозь которые жидкость сначала попадает на хлопок, а потом на нагревательный элемент больше, поэтому испаритель смачиваться будет гораздо быстрее и лучше. Так что в такого рода устройство мы можем смело заправлять жидкость с содержанием глицерина в 60, а то и в 70%. Ну и конечно же не имеет значения никотин, который будет в жидкости, пускай это и будет солевой, обычный или же нулевка. Третий тип мы отнесем к очень большим, вкусным и полноценным бакам. А для примера возьмем Track X+. Его испарители обладают сопротивлением в 0,1 Ом. И мы сразу же понимаем, что там вероятнее всего огромные проточки, сквозь которые жидкость легко смачивает хлопок, а впоследствии нагревательный элемент. Так что в такого рода устройство мы смело заправляем жидкостью 70, а то и 80% глицерина. Ну и еще можно вспомнить про баки со сменными спиралями. Чаще всего в такие атомайзеры можно заправлять жидкость с содержанием глицерина от 70 до 80%. А заключительным видом являются RDA, то есть дрипки. Данный тип атомайзеров с легкостью способен переварить даже чистый глицерин. Жидкость попадает прямиком на спирали и сразу же оттуда испаряется. Так что мы можем не волноваться о том, что хлопок не успеет пропитаться и мы получим гарика. Главное всегда смотреть, чтобы спирали и хлопок были влажные. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.